Михаил, скажите, мы говорим о благосостоянии, о возможности заниматься каким-то проектом в качестве бизнеса, либо, может быть, это работа, вопрос денег или вопрос финансов. Что же в действительности, чем это является? Потому что для духовного человека вопрос финансов, вопрос материального мира обычно воспринимается как темой такой некой табу, что это не мое, я духовный, мне неинтересно, ни деньги, ни так далее. А чем же действительно являются финансы? Являются ли они энергией и какой, возможно, для чего она существует? Ну, это очень хороший вопрос. Действительно, финансы являются, материальное благосостояние, оно является одним из главных пунктов, с которого человек может продвигаться по духовному пути, потому что, еще раз я уже сказал, если человек постоянно озабочен своим финансовым состоянием, благосостоянием, отсутствием, наличием, то тогда ему будет тяжело. То есть он должен, понимаете, есть люди, которые сидят в медитации или читают мантры, читают по несколько часов в день. То есть откуда-то надо взять это время? То есть это время надо забрать из чего-то, из социума. А если он, еще раз, ему надо, как здесь, то за все надо платить, и довольно много. Это не те проценты, которые когда-то были там, если ты берешь в суду, как я помню, когда-то я брал в Большом Советском Союзе, то это было 5% годовых. Нет. Тут, если мы берем в суду, я не знаю, наверное, сейчас и у вас также, но банки создали такую финансовую систему здесь, о том, что если ты берешь в суду, ну, то тебе надо платить 95% интерес или процент 95, а которое потом будет уменьшаться, уменьшаться, и где-то на 20, поскольку берется это судо на 30 лет специально, то есть дом, который стоит, скажем так, 300 тысяч, он превращается, ну, в полтора-два миллиона в итоге, когда все это судо, если вот этот, скажем, держать этот моргич или вот эту суду, выплачивать в течение 30 лет, то вот так построена система. Поэтому откуда же взять эти деньги? Соответственным образом, это действительно очень серьезный момент, и как-то с этого надо начинать. Начинать, ну, если кто-то не готов, у него есть возможности, ради Бога, когда он уезжает куда-то и там живет. На самом деле, вы знаете, на Востоке, вот я общаюсь с людьми, в китайских, скажем, монастырях, те, кто обучается тай-чи, к примеру, либо каким-то восточным, таким дополненным искусством, энергетическим каким-то, им предписывается на протяжении достаточно многих лет находиться в этом храме, скажем, в Шаулинском монастыре, который всем известен. А после этого выпускнику им дается последнее задание. А теперь вы, дорогие, едьте в мир, едьте в столице, и там занимаетесь материальной деятельностью. Для чего этот вопрос? Им это сто лет не надо. Но они этим занимаются для того, чтобы проверки, как они все-таки этот вопрос изучили. Для чего они все это делают? Поэтому два момента. Первый момент – это, да, нам нужны эти блага материальные для чего-то. А второй момент – вот как раз-таки для чего они нам нужны? Если в бизнесе, особенно, так скажем, как у нас там говорили, условия загнивающего капитализма, который выяснил, что он далеко никуда не загнивает, но так нас обучали, конкретно, скажем, в Соединенных Штатах, все посвящено бизнесу, то это правда. Да, это правда. За небольшим исключением тех людей, которые для чего это, они понимают для чего, то ли для накопления. Если мы хотим куда-то продвигаться, то мы для себя определяем то необходимое количество этих материальных, скажем, благ, в которых мы можем существовать и дальше продвигаться. Поэтому давайте, как минимум, тогда их будем получать. Но во всем случае я рассуждаю с точки зрения логики. Существует много различных путей, конечно, зарабатывать это. Вот у меня там есть на сайте пару, я начал писать там статьи, samgeizradio.com, там можно почитать, там есть две части, но там предполагается, что будет много частей, но во всем случае пока первые две части есть. Как все-таки зарабатывать? Вот я бы назвал, ну вот даже так вот, на скидку, три-четыре способа, вот прямо как бы сейчас, альтернативных способов зарабатывания денег, чему у нас как бы не обучают ни в школах, ни в институтах. Да, то есть вопрос именно заработка через проявление в социуме мы обсудим. У меня еще предварительный будет вопрос перед этим. А, собственно, для чего человеку финансы зарабатывать? Зачем они ему нужны? То есть какая цель? Много нужно заработать для какой цели? Либо достаточно определенной суммы, но, например, стабильной для чего? То есть какая цель, собственно, самого заработка? Ну, на самом деле, я, по-моему, в первом интервью говорил о том, что в ведических текстах, а я до этого повторю, знания, описывается так, что, в общем-то, предназначение человека достаточно простое. Человек должен быть счастлив. Он должен быть счастлив везде, всегда и во всем. Поэтому вопрос правильный, а для чего все это? То есть когда-то, тогда, давно, до мамы, жили люди, которые, в общем-то, от своей работы получали счастье. Ну, я не знаю, в общем-то, немного, может быть, а может вообще там, ну, единицы людей, которые от своей работы получают счастье. Опять же, у каждого счастье своё. Я хочу там, скажем, там, чернуть, я получил счастье от этого. Ну, разные варианты есть получения счастья. Но по-настоящему счастье – это, ещё раз, что такое духовность? Там есть просто любовь и больше ничего. Любовь, если мы говорим о духовности, это нематериальная любовь. Поэтому, ещё раз, то количество этих материальных благ у каждого своё, и каждый для себя определяет, зачем ему надо. Вопрос, как к этому относиться. Разве нас учили, как быть счастливым в социуме? Мы где-то читаем книги, у нас есть учителя, все говорят и все рассказывают, как быть счастливым. Каждый для себя его должен найти сам. Вот внутри у нас есть. Как это расковырять, как это определить – это дело наше. Сейчас мы пока этого вопроса не касаемся. Есть, конечно, ответы. Но я полагаю так. Во-первых, ты должен знать своё предназначение. Если я его не знаю, о счастье вообще нет никакой речи. Если я не знаю и выполняю работу, которую мне не надо выполнять, то, конечно, какое там счастье. Просто ты идёшь, тратишь своё время, и у вас есть отношения с работодателем. У вас нет отношений, как, допустим, со Всевышним, где только одна любовь, мы любим его, а он любит нас. Нет, у нас с работодателем, мы не любим его, скажем так. Но у нас с ним товары и денежные отношения. Мы производим какой-то товар, мы вкладываем, скажем, наше время, а нам за это возвращается энергия, вот, энергия в виде денежной массы какой-то. Я для себя, поняв эту штуку, я попытался, и, собственно говоря, я не просто попытался, я уже это делаю, это всё поменять. То есть, если я работаю, то я работаю для чего-то. Для чего-то, для того, чтобы в моём понимании это моё счастье, это моя миссия. И если я там не могу получить, вот, допустим, у меня есть центр, который называется Сангейс, это мы знаем. И в этом центре, этот центр, я бы сказал, в первую очередь знаний, которые, если правильно применять, даёт нам то самое здоровье, то самое счастье. То есть, это как бы центр здоровья. Какого, физического или духовного, это всё связано. Поэтому то, что я, допустим, делаю, я делаю, получая, скажем, какую-то свою денежную массу, свои какие-то бенефиты материальные, для того, чтобы делать вот то, о чём я сейчас только что сказал, для того, чтобы делать и давать информацию в моём центре. Вот, это информация, которая, ну, если захотеть, она проявится в виде знания. Там есть пути, чтобы она стала знанием, там, по шагам надо идти, но тем не менее. Так что, вот, это так я делаю. Ну и повторяю, на скидку я могу назвать 3-4 альтернативных способа, как можно, скажем, зарабатывать себе на жизнь. Михаил, благодарю. Получается так, что на пути своего предназначения, в своей жизни, необходимо иметь потоки, в том числе материальные, которые имеют в своё достатке, для того, чтобы это не было занозой, как говорится, в одном месте, чтобы можно было спокойно не заморачиваться о каких-то социальных вопросах, чтобы они были решены, и действительно у человека, чтобы было время заниматься действительно важными делами – медитациями, практиками, семьёй, развитием и так далее. Я вас знаю как реализованного человека и в сфере духовной, и в сфере материальной. В прошлый раз, вот мы с вами вчера, да, созвонились относительно наших вопросов по обучению различным практикам также. Вы так буквально кратко рассказали, что за сегодня я получил плюс в финансовой сфере 3000 долларов, буквально там за сколько-то, 40 или 47 с чем-то действий определенных. То есть это интересно, в том, что 3000 долларов в России могут зарабатывать, может быть, там полгода, год или даже больше. Может быть, поделитесь, как это осуществляется, что это такое, потому что это как раз-таки подтверждение, причём это не единожды, да, как я понимаю, то есть это на постоянной основе различный подобный заработок происходит. Как это происходит и что это вообще такое? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я просто хочу провести некоторую что-ли аналогию. Дело в том, что, опять же, этот вопрос очень сложный, и у многих он будет вызывать, возможно, даже раздражение, потому что очень немногие к этому относятся так, как хотелось бы относиться. Я проверяю это на себе, поэтому я знаю, что это для меня работает, но каждый человек волен поступать так, как ему. Я могу помочь, я могу рассказать, объяснить, да. Вот пример, вот у меня сидит человек, несколько дней там и назад, многоязычный, и я ему рассказывал про центр, вот мы находимся сейчас в какой-то одной комнате, там, где я сейчас сижу, но таких комнат довольно много здесь. Мы сейчас говорим о бирже, вот в данном конкретном, это один из вариантов, из трёх-четырёх, которых я уже сказал. Мы сейчас говорим о бирже, по-английски это стак-маркет. И для него, я когда-то его обучил, и для него это как бы стало жизнью. И он мне задаёт вопросы, поэтому я тут всё отвлекаю, поскольку всё-таки, ну, это большая, так сказать, структура, в котором вот этот вот отдельный раздел, так как мы сейчас уже с вами определили, мы же состоим не только из этого тела, тут много факторов, и внутри находится много энергетических, а нас окружающих тел, мы сейчас о них не будем говорить, там, метальное, астральное, каузальное, эфирное и так далее тела. То есть я ему говорю, ну, вот ты не понимаешь, почему я вот это всё делаю, я тебе сейчас могу объяснить. И задаём ему вопрос, какова связь между трейдинг или работой на бирже, ну, никто называет игрой, как угодно, но, в принципе, это работа, и здоровье. Он говорит, конечно, никакой. Ну, как можно, при чём тут здоровье? Ну, то есть, опять же, у нас в головах, что такое здоровье? Ну, дай Бог, чтобы мы знали, что такое энергетическое, скажем так, если мы говорим целительство, то это холистик, это слово холистичность, целостность. Опять же, та самая целостность, body, mind, spirit, правильно? Так вот, я ему объясняю. Ну, вот смотри, ты сейчас находишься на бирже, и ты сейчас пытаешься трейдить, ты пытаешься заработать деньги. Значит, у тебя не хватает, это твоя работа, правильно? То есть, и у тебя постоянно озабоченность о том, что у тебя не хватает этих денег. Что это означает? Это означает, что если мы на нас посмотрим с точки зрения чакральной системы, то первая чакра – это вот чакра, корневая чакра, болтхара, и эта чакра, она связана с Землёй. Это элемент Земли. Если мы будем обращаться, скажем, к Таро, то элемент Земли – это пентакли. И что такое пентакли? Это динарии, там, по-другому называют. Или это деньги, вот столько и всего. Значит, что это означает? Это означает, что у нас есть проблема с первой чакрой. А это означает, что у нас вся система разбалансирована. Это как фундамент. Один угол неукреплён, значит, здание… Ну, вопрос времени, когда оно будет коситься, потом упадёт и так далее. Поэтому нам надо обратить внимание на эту чакру, и надо решить вопрос тогда с этим, для того, чтобы как минимум надо как-то её сбалансировать. После этого мы, конечно, переходим в здоровье, как её запустить, раскрутить, поскольку чакра, мы знаем, это колесо. То есть мы должны её как бы раскрутить. Это вопрос следующий. Но именно это всё очень и очень серьёзно связано. Ну, давайте я вам покажу несколько графиков. Это не будет презентацией, это не будет презентацией, но давайте посмотрим. Да, сейчас видно. Видно, да? Значит, видно. Вот, значит, давайте мы посмотрим. Вот здесь есть такое… Видите, да, что тут написано? Угу. Вот. Вчера было шестое число. Вот, видите цифры? Угу, да. Это с шестое по шестое. То есть было проведено 43… Видите, тут написано «Total of Trades». Значит, 43 раза я вошёл в эту биржу, и 43 раза я вышел. И я процент мой, видите, процент profitable, то есть успешных, скажем, трейдов, было 81%, 81,4. 43. Вот за 43 раза это было вот столько, вот видите, да? Но это уже чисто, еще там комиссионное. Вот. Если мы возьмём вот 9-й, с 9-го по 10-й, да, месяц, то есть с сентября по октябрь, вот за один месяц. Видите цифры? Да-да-да, мелко, но в общем и видно. 10500. Да, 10502. За месяц было проведено 264 вот таких транзакшн или трейда, или вот входов в маркет по-русски, да? Общий процент за месяц был 72,3. На самом деле, что самое интересное, таких процентов практически нету по статистике, действительно нету. Почему там есть, это не значит, что я такой, скажем, умный. Это просто, ну так это работает. Ну, то есть, если есть вот такой момент, если есть, это действительно есть, так почему тогда этим не пользоваться? Вопрос возникает тогда, почему этим все не пользуются? Ну, по разным причинам. Почему люди не занимаются духовностью, занимаются материальными вещами? Сколько процентов отношений? Очень-очень мало. Сколько процентов отношений? Есть такая история просто, как люди думают, просто все одинаково, но не научили, к сожалению, людей думать, это по-английски называется outside of the box. То есть, вот как шоры, вот так вот. И мы идем в этих шорах, то есть, мы идем внутри какой-то колеи, которую где-то как-то для нас уже обозначены. Социум, учителя, родители, ну и родители, естественно, не знали. Для этого надо, о-о-о, как потрудиться для того, чтобы попытаться что-то изменить и что-то узнать. Сидя в кресле или на диване, или где угодно, со всем уважением, out of respect, как говорится, ну, казалось бы, надо было бы вот приехать и ощутить. Ну, казалось бы, для меня это уже истинно, поскольку я так тоже рассуждал и тоже много-много лет занимаюсь различными эзотерическими практиками и всякими-всякими другими, но, повторюсь, это не имеет ничего общего с тем, что происходит на самом деле. Поэтому, то есть, надо изменить свое отношение, что такое, скажем, биржа, что такое бизнес, ну и хотелось бы знать свое предназначение. Редактор субтитров А.Семкин